За последние несколько лет наш город стал больше на тысячи квадратных метров жилья. Растет количество населения, параллельно этому и потребность людей в собственных квадратных метрах. Плотно занимаясь сбором документов и средств на покупку, например, квартиры, многие забывают изучить отдельные аспекты законодательства, которые, к слову, помогают человеку сэкономить, и имущественный вычет является основной и весомой льготой. Граждане-плательщики подоходного налога вправе воспользоваться действующими льготами при его уплате. К примеру, путем применения имущественного налогового вычета в части расходов, понесенных при строительстве, либо приобретении жилых помещений. Основанием для применения такого вычета является нуждаемость физического лица в улучшении жилищных условий, которое подтверждается справкой соответствующего органа, а также платежные документы. Имущественный вычет предоставляется с момента возникновения прав на него, то есть с месяца, в котором произведены расходы на строительство, либо приобретение жилья. Вычет предоставляется в пределах начисленного дохода. Однако может возникнуть ситуация, когда длительное время, неся расходы по строительству, например, жилого дома, гражданин не заявлял свое время на своем праве на вычет, и в этом случае при обращении буквы закона на стороне человека. Согласно нормам Налогового кодекса Республики Беларусь, излишне удержанный подоходный налог подлежит зачету в счет предстоящих платежей плательщика, исполнению его налогового обязательства по такому налогу, либо возврату плательщику. Зачет или возврат излишне удержанного подоходного налога могут быть произведены не позднее пяти лет со дня уплаты такого налога. Данная норма указывает на обязанность для работодателя произвести перерасчет налога в форме, наиболее привлекательной для гражданина. И, как показывает практика, наиболее привлекательной формой является возврат живых денежных средств. По любым нюансам использования налогового вычета специалисты готовы проконсультировать. Для этого человек должен обратиться в налоговые органы по месту регистрации.